Человек некий спускался Самарянин же некий, находившийся в пути, натолкнулся на него и, увидев, сжалился, и, подойдя, перевязал раны его, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. В лице израненного человека святитель Иоанн Златоуст и блаженный Феофилакт Болгарский видят род человеческий, произошедший от праотца Адама. Иерусалим – это небесное обиталище первого человека в райском могуществе и красоте. Иерихон – земная юдоль плача и смерти. Разбойники – злые духи. Над израненным склоняется милосердный Самарянин – сам Господь. Он перевязывает раны, что, по слову святителя Николая Сербского, означает непосредственное соприкосновение Христа с больным человеческим родом. Возливает масло и вино, то есть источает милость и истину. И припровождает в гостиницу, под которой подразумевается Святая Церковь. В образе гостинника святые отцы усматривают апостолов, епископов и священников, которым вручен на попечение больной. В упоминании о двух динариях скрытое указание на Ветхий и Новый Завет, которыми обеспечивается лечение человеческого рода до возвращения Самарянина. Возвращение же Самарянина – есть второе пришествие Господне. Притчу о милосердном Самарянине мы находим только в Евангелии от Луки. Поводом к ней послужил вопрос законника о том, кого следует считать ближним. Так как в законе Моисея были постановления относительно ближних, были и споры среди законников, как очертить границы слова «ближний». Следует ли признавать ими только родственников, только фарисеев, весь израильский народ или ближним можно было считать и нееврея? Обычно же под ближними понимали только евреев. Христос, не желая распалять национальную гордость прямым ответом, приводит в пример притчу. Из города Иерусалима, столицы Иудеи, где стоял Храм Господень и жили 120 тысяч жителей, в Иерихон, утопающий среди пальм и бальзамических растений, отправлялся путник. Ему предстояло пройти 20 с лишним километров. Но дорога эта была опасной. В церковнославянском тексте сказано «схаждаше», то есть спускался, ведь Иерусалим находился на высоте чуть более 800 метров над уровнем моря, а Иерихон на уровне 250 метров. Но опаснее всего было не это, а то, что дорога петляла среди лесистых ущелий и скал, поэтому вблизи нее водились дикие звери и устраивали засады разбойники. Еще в V веке, во время жизни блаженного Иеронима Стридонского, эту дорогу называли «красной» или «кровавой». Обычно люди проходили по этому пути большими группами или нанимали охрану, но путник из притчи понадеялся на свои силы. И вот разбойники напали на него, одолели в борьбе и бросили раненого, оставив едва живым. В то время шли из Иерусалима священник и левит. Казалось бы, они должны, исполнившись духовной радости в храме, явить собой живой пример праведности. Но они проходят мимо. Неужели они не родили об угождении Богу? Нет, они исполняли закон, но по букве. Возможно, проходившие приняли раненого за убитого или испугались, что он умрет у них на руках. В таком случае была бы нарушена заповедь книги Левит о запрете священникам прикасаться к мертвому телу. Глава 21, стихи с 1 по 4. Кроме того, они могли побояться оскверниться от прикосновения к самарянину или язычнику, ведь распознать, какого вероисповедания был ранен и, не представлялось возможным. Законник, задавший вопрос Иисусу, ожидал, что следующим будет фарисей, не облеченный священным саном. Но ход притчи был неожиданным. Той же дорогой проходил самарянин. Это был потомок ассирийских переселенцев, которые в 8 веке были научены пятикнижию Моисея. Однако со стороны иудеев они заслужили неприязнь, потому что продолжали поклоняться своим богам. Позже самаряне стали почитать только истинного бога. Но и тогда произвели раскол, построив себе вопреки воле Господа храм на горе Горизим. Иудеи называли самарян «глупый народ, живущий в скимах», а те с неприязнью относились к иудеям. Однажды во время Пасхи самаряне даже разбросали человеческие кости во дворе Иерусалимского храма, чтобы осквернить его. Однако оказалось, что самарянин из притчи глубже постиг дух закона Божия, чем священник и левит. Он не стал уточнять значения ритуальных заповедей, не допытывался о национальности пострадавшего, но проявил милосердную любовь. В нашем языке укоренилось выражение «добрый самарянин», но для иудея оно звучало парадоксально. Подручными средствами самарянин обрабатывает рану, обеззараживает вином и промывает маслом для лучшего заживления, привозит страдальца в гостиницу и платит 2 динария – плату за двухнедельное пребывание в гостинице. Это не очень большая сумма, ее можно заработать паденным трудом за два дня, но Бог оценивает поступки сообразно усердию, а не по наличному богатству. Таким образом, высшая правда, преподанная в притче, была очевидна. И хотя законник не решался произнести слово «самарянин», а лишь произнес «оказавший ему милость», однако это свидетельствовало о том, что он уразумел нравственный урок. Уразумеем же и мы сегодня сокровенный смысл евангельского слова. Будем делать добро всем – и иноплеменникам, и язычникам, потому как Христос хочет, чтобы все спаслись и уразумели свет истины. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok